доброго всем дня добрые наши волшебники с вами как всегда волонтер бездомных животных и приют твори добро наталья сегодня наш ролик о грише о исходе операции к сожалению к моему большому сожалению чип оказался не чипа установка чипа оказалась не целесообразной у гриши оторваны корешки в мочевом пузыре что и мрт нам не могло показать и хочу поблагодарить отдельно доктора так как чип был делался на заказ но хочу сказать огромное спасибо врачу за то что за гуманность наверное за правильное отношение деньги которые были оплачены за чип нам вернули и в общем смотрим ролик настроение у меня нет увидите все в следующих роликах с большим уважением к вам волонтер бездомных животных и приют твори добро наталья всем доброго дня меня зовут николай шламокин я хирург ортопед травматолог клиники доктор ве сразу хочется вам всем выразить огромную благодарность за ваши комментарии я все прекрасно вижу которые вы оставляете на канале безумно вам благодарен за приятные слова да мы стараемся пытаемся помогать животным вот к сожалению из-за нашей загруженности моей в частности не могу отвечать вам на ваши комментарии правда все вижу спасибо вам еще раз большое но здесь либо время на животных либо время на интернет и так скажем вот что по поводу гриша с гриши провели мы операцию сделали первый пробную установку немножко нам не понравилось как стоит чип запросили чтобы нам переделали сделали более индивидуальный под него потому что чипы сами по себе для человека используются человеческой медицине вот на втором уже чипе на установке мы ему его поставили все на подошло все понравилось но возникли проблемы проблемы возникли с чем возникли они с тем что спиной мозг у него целый у гриши по мартаме все видели мы видели что целые корешки после перелома восстановился он ходит активничает ходит по большому в туалет но при установке чипа который дает напрямую сигнал на мочевой пузырь и обходя все необходимые центры ничего не произошло почему не произошло потому что гришу сбили у него была травма брюшной полости нервы которые подходят мочевому пузырю к сожалению они оторвались и это доказывает то что чип не может провести то сигнал почему ему взять не напрягается и нет этого оттока мочи к сожалению как бы нам не хотелось сообщили мы это наталья расстроилась безумно расстроилась долго разговаривали с ней но все прекрасно понимаем что для гриши это был бы идеальный вариант облегчить его жизнь сделать ее намного лучше потому что сам мочевой пузырь постоянно на него воздействие его атония мочевого пузыря то есть его расслабленность она нам очень сильно мешает вот да это серьезная проблема к сожалению не получилось решить чипом мы не отчаиваемся идем дальше с хорошим уходом за гриши то есть то что в принципе ему дают за наблюдением у врача нефролога что также проводится каждые три месяца его привозят делают ему анализы оценивают его состояние он проживет достаточно хорошую жизнь сколько проживет сказать не могу это достаточно у всех все по-разному вот но гриши нужен дом гриш нужны любящие владельцы потому что конечно желательно не жить в приюте нужно чтобы не был постоянный уход с этим можно справиться то бишь вот такая у нас история опять же всех благодарю за активность за участие за помощь то что все шли помогали надеялись к сожалению вот такой вот финал этой истории но мы не отчаиваемся идем дальше а вам всем огромное спасибо здоровья вам и вашим питомцам а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok